Красноярск теперь единственный претендент на право проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года. Наш соперник Антон Вале отказался от дальнейшей борьбы. Это стало известно в прошедшие выходные во время визита красноярской делегации в Бельгию. В Брюсселе наши представители передали заявочное досье руководству Международной Федерации Студенческого Спорта. Это подтверждает наше серьезное намерение идти до конца, но не гарантирует легкой победы. Говорит, что у Красноярска после самоотвода швейцарской стороны стопроцентный шанс остаться в столице зимней универсиады, по крайней мере, опрометчиво, предупреждают эксперты. Яна Ромешов с подробностями. Красноярск сделал еще один важный шаг в заявочной кампании на право проведения 29-й всемирной зимней универсиады 2019 года. Красноярская делегация посетила с официальным визитом столицу Бельгии Брюссель для того, чтобы передать заявочное досье руководству ФИСУ. Церемония прошла вот в этом столетнем дворце, который принадлежит Международной Федерации Студенческого Спорта. Своё заявочное досье привез не только Красноярск. В Бельгию должны были приехать представители всех городов, претендующих на право проведения и зимний, и летний универсиад 2019 года. Несмотря на всю свою важность, процедура передачи досье проходила в простой рабочей обстановке. А началось всё с неожиданного для нас заявления. Швейцарский кантон Валле снял свою кандидатуру на право проведения зимней универсиады 2019 года и перенёс свою заявку на 2021 год. Получается, что Красноярск остался единственным претендентом на 29-ю всемирную зимнюю универсиаду. Позднее в интервью генеральный секретарь ФИСУ Эрик Сантронт объяснил причину, по которой кантон Валле снял свою кандидатуру. Швейцария действительно испугалась Красноярска, потому что это сильный конкурент, у которого есть возможность провести игры очень хорошо. Поэтому у них и возникла доля сомнения, что слишком сильный конкурент, особенно после всех презентаций, которые представил Красноярск. И в этот раз красноярская делегация, по словам представителей ФИСУ, приготовила достаточно сильную презентацию. Нам выпало право первым передать свое заявочное досье. Просто небольшая презентация для тех, кто никогда не был в Красноярске регионе. Я хочу спросить, что вы обратите внимание на экране. Пожалуйста. В завершение, заместитель губернатора Красноярского края Екатерина Пешко передала президенту ФИСУ два документа. Правительственную гарантию договорится, что кабинет министров нашей страны окажет всяческую, в том числе и финансовую поддержку Красноярску, в случае, если он станет столицей универсиады. И само заявочное досье. Вот так выглядит заявочное досье Красноярском. Видите, здесь есть наш москот, Юлайка. Но это не просто красивая книга с прекрасными фотографиями нашего города. Это настоящий документ, оформленный согласно всем требованиям ФИСУ. Здесь, например, содержится описание спортивных, медицинских и других объектов. Именно эту информацию и будет проверять комиссия во время следующего визита в Красноярск. Оригинальное досье запечатывают, а 50 копий на английском и французском отправятся к специалистам для изучения. Малейшее несоответствие и наш город может проиграть, даже будучи единственным претендентом. Красноярск теперь является конкурентом самому себе. Кроме него нет претендентов и мы будем тщательно оценивать Красноярск. Если все будет в соответствии с критериями, то все будет хорошо. Но для этого необходимо приложить еще больше усилий. Мы приедем в Красноярск и проведем полную оценку. В частности, для нас важно, как сами жители относятся к проведению универсиады. Как правильно отметил президент Фисуклот Луи Гальен, что теперь нам предстоит конкурировать самими с собой. И мне кажется, что эта конкуренция может быть гораздо более серьезной, чем конкуренция с Кантоном Вали. Случается иногда так, что на финальной презентации бывают такие грехи непростительные, которые не позволяют городам-кандидатам набрать то необходимое большинство, которое требуется для того, чтобы одержать победу. Поэтому у нас впереди, я могу сказать, что еще больше работы, чем было до этого. Досье мы передали, провели эту работу. Теперь готовимся к оценочному визиту ФИСУ и, собственно говоря, готовимся к финальной презентации. Кстати, у ФИСУ есть возможность для маневра, если Красноярск не сможет набрать больше половины голосов. Будет объявлен новый конкурс, но уже без участия прежних претендентов. Примет ли Красноярск 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду в 2019 году, мы с вами узнаем только поздней осени. В начале октября наш город посетит комиссию ФИСУ. А 9 ноября здесь, в Бельгии, будет оглашен окончательный результат. Ян Ермешов, Денис Тимошенко. Специально для телеканала Енисей из Брюсселя. Это «Наша зима». Слоган «Универсиады-2019» сегодня пророчищем назвали многие красноярцы. Горожане активно обсуждают то, что Краевой Центр стал единственным претендентом на право проведения Всемирных студенческих игр. Чего ждать нам от зимней универсиады? Мнение авторитетных экспертов в нашем эфире далее. Однозначно, это точно уже практически 100%, что это наша универсиада. Но много чего хорошего от него можно ждать. Это очень большой плюс для нашего города в целом, в принципе, для нашего подрастающего поколения, для нашей молодежи. Но в первую очередь, если мы уже взялись ее проводить, то мы должны провести ее на высшем уровне. Это в первую очередь инфраструктура вся, это дороги, это мосты, это развязки, это то, что связано с перемещением, с транспортной инфраструктурой. Во-вторых, конечно, это сами спортивные объекты, потому что их недостаточно для миллионного города, и необходимо их продолжать строить. Но строить желательно, конечно, чтобы федерация помогала. Для того, чтобы универсиада прошла хорошо, и чтобы мы в дальнейшем принимали гостей города, я думаю, нам необходим большой гостиничный фонд, трех-четырех-пятизвездочных отелей. Они частично сейчас начинают состроиться, и я думаю, что еще будет заложено несколько отелей и построено. Вся Европа, вся Америка, еще континенты все, они, это культ спорта уже в многих странах. К сожалению, у нас пока еще этого нет, и хотелось бы, чтобы вот именно спорт стал как культом жизни наших людей. Самое главное для нас, для всех, это создать здесь такую атмосферу, которая позволила после проведения универсиады говорить о Красноярске, как о городе, способном принимать серьезные международные соревнования, серьезные международные события, как город гостеприимный, дружелюбный. Это на самом деле не так просто создать такую атмосферу, но наша общая задача сделать так, чтобы Красноярск получил максимум пользы от проведения Всемирной универсиады.